Всем привет! С вами канал Домашние Дачные Хлопоты. Сегодня я буду готовить вот такие воздушные, мягкие как пух внутри и с хрустящей корочкой снаружи, творожные одуванчики. Приятного просмотра! В посуду выкладываю 2 пачки творога 400 грамм. У меня творог мягкий, поэтому я его предварительно подготавливать не буду. Если творог крупинками или жёсткий, его надо прокрутить на мясорубке или взбить блендером. Разбиваю 2 яйца. Высыпаю 0,5 стакана сахара. Пол чайной ложки соды гашу уксусом 9%. Размешиваю всё хорошо. Добавляю просеянную муку и замешиваю тесто. Тесто должно получиться липкое, но не жидкое. Влажными руками формируем шарики, небольшие, размером с грецкий орех. Обмакиваем их в манки. И ложим пока на отдельную тарелочку. В кастрюлю с разогретым маслом выкладываем наши шарики. Чтобы шарики плавали, чтобы не касались дна. И чтобы место между ними оставалось, потому что они увеличиваются в объёме. И жарим их, чтобы они одинаково обжаривались со всех сторон, помешивая. Следите, чтобы они прожарились со всех сторон одинаково. Сильную огонь не делайте, чтобы не горели, чтобы внутри успели прожариться. И слабые сильно не надо делать, чтобы не напитались маслом. У меня стоят они на восьмёрочке из девяти. Дуванчики мои обжарились. И теперь их выкладываю на тарелочку и сверху в два слоя полотенчика бумажного. Чтобы масло лишнее стекло. Мои одуванчики готовы. В 25-30 минут у вас на столе такие нежные, ароматные, мягкие как пух внутри. И с хрустящей курочкой снаружи одуванчики. Одуванчики, пончики, шарики. Как хотите их называйте. Можно сверху посыпать сахарной пудрой, но я этого не делаю. Мне они и так нравятся. Если ваши детки не любят творог, то этот рецепт для вас. Они и не поймут, из чего такие чудесные шарики сделаны. Готовьте, пишите отзывы. Если понравилось моё видео, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. У меня ещё очень много подобных рецептов. На сегодня это всё. Благодарю за внимание. Всего доброго.